Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроках биологии. Мы продолжаем изучение растительного мира. Тема сегодняшнего урока – особенности цветковых растений, понятие об органах, основные органы цветковых растений, приборы для изучения растительной клетки. Сегодня на уроке мы узнаем об особенностях цветковых растений, изучим основные органы цветковых растений, познакомимся с приборами для изучения растительной клетки. Почему же покрытосеменные растения так разнообразны и господствуют на земле? На земле нет ничего прекраснее и нежнее цветков. Посмотрите на них. О чем вы думаете, глядя на цветы? Что они значат для вас? Сегодня мы познакомимся с покрытосеменными или цветковыми растениями. Почему их называют покрытосеменными? Семена защищены покрытые толстой оболочкой, сочной мякотью околоплотника. Можно выделить следующие особенности покрытосеменных. Их насчитывается примерно 250 тысяч видов, имеются хорошо разбитые органы. Корень, стебель, лист, цветок. Наличие цветков определяет их название цветкового растения. Наличие плода, семенное размножение. Также отличная приспособленность к различным экологическим условиям. Опыление происходит ветром, насекомыми, птицами, млекопитающими. Жизненные формы, такие как деревья, кустарники, травы. Прежде чем перейдем к изучению покрытосеменных растений, я предлагаю посмотреть на следующую схему. Клетка, ткань, орган, организм. Эта схема дает понять, что растительный организм состоит из простых компонентов. А самым мельчайшим элементом в строении растения является клетка. Итак, рассмотрим строение растения на примерке фиалки трехцветной, которая различает такие органы, как корень, стебель, лист, цветок и плод. Из них к вегетативным органам цветкового растения относятся корень и побег, состоящие из стеблей, листьев, почек. А к генеративным органам цветкового растения относятся такие органы, как цветок, плод и семя. Роль корней в жизни растений велика. Они закрепляют растение в почве, снабжают его водой и минеральными солями, проникая на большую глубину. Когда дует сильный ветер, попробуйте удержать за ручку зонтик. Трудно? Какая же сила нужна, чтобы дуб или липу с толстыми стволами и ветвями удержать на месте при ветре или урагане. Сила могучего великана этой силой обладает корни. Различают три вида корней. Главные, предаточные, боковые. При прорастании семени первым делом развивается зародышевый корешок. Он превращается в главный корень. Корни, образующиеся на стеблях, а у некоторых растений на листьях, называют придаточными. От главного и придаточного корней отходят боковые корни. Все корни одного растения образуют корневую систему. Корневые системы разных растений различаются по внешнему строению и облику. В чем состоят эти различия? Если хорошо выделен центральный корень, от него отходят более мелкие, это стержневая корневая система. Если главный корень не заметен среди других, такая корневая система называется мочковатая. Стержневую корневую систему имеют большинство двудольных растений, например, щавель, морковь, свекла. Мочковатая корневая система характерна для однодольных растений, таких как пшеница, ячмень, лук, чеснок и многих других. Рассмотрим виды изменения корней. В корневой системе ряда растений откладывается много питательных веществ, поэтому развивается запасающая ткань, что приводит к утолщению корня. При определенных условиях жизни растений у корней могут появляться новые функции и несколько изменятся строения. Выделяют следующие видоизменения корней. Корнеплод – это видоизмененный сочный корень. В образовании корнеплода участвуют главные корень и нижняя часть стебля. Большинство корнеплодных растений двулетние. Корнеплоды состоят в основном из запасающей основной ткани, например, у репы, моркови, петрушки. Корневые клубни или корневые шишки образуются в результате утолщения боковых и предаточных корней. Корневые клубни, например, у георгина, ядрышника, пятнистого. Корни зацепки – это своеобразные предаточные корни. При помощи этих корней растение прикрепляется к любой опоре, например, к плющ. Посмотрите на рисунок и скажите, что представляет собой побег. Побег представляет собой стебель – это осевая часть, и почки с листьями – это боковая часть. Итак, побег – это стебель с расположенными на нем листьями и почками. На стебле также образуются цветки и плоды. Стебель развивается из почки зародыша семени и тесно связан с главным корнем. Кроме того, на стебле могут образовываться предаточные корни. Снаружи стебель защищен покровными тканями. У молодых растений – это кожица, состоящая из одного слоя клеток с плотными оболочками. У многолетних растений – это многослойная пробка, состоящая из нескольких слоев мертвых клеток, заполненных воздухом. Для дыхания у молодых растений есть устица, а у многолетних растений в пробке образуются чечевички. Под покровной тканью находится кора, образованная разными тканями. Наружная часть коры представлена слоями клеток покровной и механической ткани. Внутренняя часть коры, в составе которой много клеток проводящей ткани, называется лубом. В состав луба входят световидные трубки, по которым идет нисходящий ток органических веществ, передвигаются от листьев к другим органам. Световидные трубки – это живые клетки, соединенные в длинную трубку. Кроме этих клеток в лобе имеются клетки механической ткани, глубинные волокна. Камбий образован одним слоем живых узких длинных клеток с тонкими оболочками образовательной ткани, за счет деления которых стебель растет в толщину. К центру от лоба в стебле расположена другая проводящая ткань – древесина. По ней идет восходящий ток. Вода с растворенными в ней веществами передвигается от корней к листьям. Древесина образована разными по форме и величине клетками. Основная ее часть состоит из сосудов, трахеид и древесных волокон. Сосуды состоят из мертвых клеток с утолщенными стенками, а древесные волокна – из клеток с толстыми стенками механической ткани. Сердцевина расположена в центре стебля слоем рыхлых клеток в основной ткани, в которой откладываются запасы питательных веществ. У некоторых растений сердцевина занята воздушной полостью – у бамбука, у георгина, тюльпана. Стебли разных растений бывают разнообразные. У деревьев одребесневшие, у трав травянистые. У некоторых растений междоузлия длинные, поэтому удлиненный стебель, например, у пасонха. У других укороченный стебель – это значит короткие междоузлия, например, у одуванчика. Стебель состоит из узлов и междоузлий. Давайте скажем, какие функции выполняет стебель. Как вы думаете? Опорную функцию – он является опорой для почек, цветов, листьев и плодов. Проводящая функция – проведение органических веществ по лубу от листьев – нисходящий поток. Проведение минеральных веществ по сосудам древесины – восходящий поток. Зеленые стебли выполняют фотосинтезирующую функцию, образуют органические вещества. Запасающую функцию – это отложение питательных веществ. Лист является одним из основных органов растения. Например, огромные листья кувшинки достигают размером 2,5 метров и при равномерно распределенной нагрузке могут выдержать вес до 50 кг. Обратите внимание, какие маленькие листья у рязки. Представители рода – крохотные многолетние растенницы, плавающие обыкновенно в большом количестве на поверхности стоячих вод. Лишь один вид рязку тропическую считает однолетним растением. Цветы появились примерно 125 миллионов лет назад в ранний меловой период. Примерно их насчитывается 235 тысяч видов растений, которые имеют цветы. Например, рамонда сербская – цветок в анабиозе. Его прозвали растением фениксом за способность воскресать из полностью высушенного состояния при малейшем контакте с водой. Самый большой цветок в мире – рафлезия арнольди. Обычно его называют трупным цветком. Цветок обладает очень сильным неприятным запахом разлагающейся плоти. Цветки образуются только у цветковых растений. Цветковыми называются растения, которые цветут хотя бы один раз в жизни. В чем же смысл биологические возникновения соцветий? В возрастающей вероятности опыления цветков как ветроопыляемых, так и насекомоопыляемых растений. А соцветиями называются группы цветков, расположенных близко один к другому, на одном общем цветоносном побеге в определенном порядке. Для того, чтобы изучать микроскопическое строение растительного мира, нам нужен микроскоп. Микроскоп – это прибор, предназначенный для получения увеличительных изображений, а также измерения объектов или деталей структуры, невидимых или плохо видимых невооруженным взглядом. Люди давно заметили, что лупа позволяет видеть предметы увеличенными. Еще 700 лет назад Роджер Бекон предложил людям со слабым зрением использовать лупу при чтении. 300 лет назад в Голландии жил торговец, которого звали Антоний Левенгук. Но торговля мало его интересовала. Он увлекался увеличительными стеклами. Левенгук был любопытным, как ребенок. Он клал под увеличительное стекло самые разные предметы, например, головобухи, и рассматривал их. К сожалению, стекла увеличивали не слишком сильно. Тогда Левенгук решил сделать лупы, которые увеличивали бы сильнее, и начал заниматься шлифовкой стекол. Он много лет изготавливал лупы и сделал их сотни. Они были крохотного размера, меньше миллиметра, и увеличивали не в 10, а в 100 раз, а самые лучшие даже в 300 раз. Через такие стекла можно было увидеть много интересного. Левенгук рассматривал глаза насекомых, жало пчелы, лепесток, стебель растения. Он клал под лупу волос человека и волос бобра. Однажды он навел свою лупу на капельку воды, которую взял из кувшина, стоящего во дворе. В этой капле он увидел огромное количество быстро движущихся существ разного вида. Левенгук назвал их анималькусы. По-русски это значит зверьки. Свои открытия Левенгук описывал в письмах, которые посылал в Англию, в королевское общество. Когда ученые люди в Англии получили от Левенгука письмо про открытие им невиданных зверушек, они решили увидеть их собственными глазами. Для этого они купили перец самого высшего сорта и положили его в воду. У них не было замечательных луп Левенгука, зато был микроскоп. И вот капелька лежит на стекле микроскопа, а академики толпятся вокруг. Каждому хочется поскорее заглянуть в него. И все увидели маленькие движущиеся существа. Открытие Левенгука подтверждено и признано. Это произошло 15 ноября 1677 года. Первый простой микроскоп был изобретен в 1590 году в Голландии Янсеном. Об устройстве этого прибора известно, что он состоит из трубы, прикрепленной к подставке с двумя увеличительными стеклами. Один такой микроскоп попал к английскому академику Роберту Гуку. Гук клал под микроскоп разные предметы, зарисовывал их, а потом выпустил целую книгу таких рисунков. Роберт Гук увидел, что малюсенький кусочек растительной ткани состоит из мельчайших ячеек, который называл ящичками, коробочками, клетками. Вот последнее название клетка и сохранилось до наших дней. Пользуясь микроскопом, можно рассмотреть клетки всех органов растений и животных. Мир под микроскопом. Невидимая вселенная. Акулья кожа. Так выглядит анис. Бактерии на коже человека. Банан в разрезе. Брюссельская капуста. Брюхоресничный червь рядом с ряской. Валерьяна. Взрослый морской червь. Внутренности пузырчатки горбатой, хищного пресноводного растения. Водяная блоха. Волоски жука златки. Ворсинки тонкой кишки. Растение гибискус. Глаз мошки. Глаз муравья. Глаз мухи. Глаз пчелы, покрытый пыльцой. Глаза песочной осы. Голова и ротовой аппарат мучного клеща. Голова ленточного червя. Лупа – самый простой увеличительный прибор. Главная его часть – увеличительное стекло, выпуклое с двух сторон, вставленное в оправу. С помощью лупа мы видим изображение предмета, увеличенное примерно до 20 раз. Лупу берут за рукоятку, приближают к предмету на такое расстояние, при котором изображение предмета становится наиболее четким. Микроскоп – это прибор, увеличивающий изображение предмета в несколько сот, даже в тысячи раз. Главная часть светового микроскопа, с которым вы работаете в школе, – это увеличительное стекло, вставленное в трубку, или тубус. По латыни «тубус» значит «трубка». В верхнем конце тубуса находится окуляр, состоящий из оправы и двух увеличительных стекол. Название «окуляр» происходит от латинского слова «oculus», что значит «глаз». Рассматриваем предмет с помощью микроскопа. Глаз приближает к окуляру. На нижнем конце тубуса помещается объектив, состоящий из оправы и нескольких увеличительных стекол. Название «объектив» происходит от латинского слова «объект», что значит «предмет». Тубус прикреплен к штативу. К штативу прикреплен также предметный столик, в центре которого имеется отверстие, и под ним зеркало. Пользуясь микроскопом, можно рассмотреть клетки всех органов растения. Свет направляется зеркалом в отверстие предметного столика. Приготовленный препарат помещает на предметный столик и закрепляет там предметное стекло двумя зажимами с двух сторон. Пользуясь винтом, плавно опускает тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоянии 1-2 мм от препарата. Смотря в окуляр, медленно поднимает тубус, пока не появится четкое изображение предмета. В настоящее время существуют также электронные микроскопы, позволяющие рассмотреть самые малые объекты строения мельчайших клеток. Мы поговорим про изобретение электронного микроскопа. Именно данное событие дало очередной качественный прорыв в микроскопии и позволило ученым сделать новые, потрясающие открытия в самых разных областях науки. Датой рождения электронного микроскопа принято считать 9 марта 1931 года. Его изобрел немецкий физик Эрнст Русско, которому на момент своего триумфа было всего 24 года. Русско вместе со своим коллегой, немецким электротехником Максом Кнолем, собрали и представили первый прототип, который на тот момент был менее мощным, чем, например, современные оптические микроскопы. Но именно этот прототип позволил установить и проверить на практике основные принципы электронной микроскопии. В 1933 году Эрнст Русско построил очередной вариант своего революционного изобретения, разрешающая способность которого достигла 50 нанометров. Именно это событие позволило электронному микроскопу впервые добиться превосходства над возможностями всех классических оптических увеличительных приборов того времени. Спустя еще 4 года компанией Siemens был выпущен первый коммерческий электронный микроскоп. А это означает, что всего 6 лет понадобилось Эрнсту Русски и его коллегам, чтобы создать и довести свое изобретение до той стадии, когда прибор с разрешающей способностью в 10 нанометров впервые поступил на рынок и стал широко использоваться в различных научных лабораториях. Теперь, когда мы изучили хронологию появления первого электронного микроскопа, давайте узнаем, какие проблемы и причины побудили ученых работать в данном направлении. Все дело в том, что основная идея изобретения отталкивалась от ограниченных возможностей обычного оптического микроскопа, пределом разрешения которого являлась длина волны видимого света, а это порядка 500 нанометров. Поэтому, чтобы достичь больших увеличений, например, таких, чтобы увидеть атом, диаметр которого составляет всего лишь 0,1 нанометра, потребовалось разработать новые революционные способы микроскопии, позволяющие преодолеть барьер в виде длины волны видимого света. На самом деле, принцип работы электронного микроскопа технически схож с принципом работы оптического, с той лишь разницей, что вместо видимого света он использует электронные лучи. Электроны ведут себя как фотоны, но их длина волны в 100 тысяч раз короче, что в конечном счете и дает гораздо большую разрешающую способность. Также, в отличие от оптического микроскопа, где световым лучом управляют линзы, находящиеся в объективе и окуляре, в электронном микроскопе это делается с помощью магнитных линз, которые управляют движением электрона в колонне прибора при помощи магнитного поля. Дорогие ребята, благодарю всех за внимание. До скорых встреч!